Все ругательства друг на друга и все помидоры, когда закончились, движение по базару восстановилось. Ну и мы все весело пошли гулять. Было, да, вот так интересно. Ну, по самому району я хочу сказать, что я вчера шел да удивлялся. Вот вы знаете, век живи, век учись. Я не ставлю оценок этим людям, которые здесь живут. Живут да живут, вот они здесь живут. Я к ним пришел в гости. Они ко мне не постучали в дверь и не зашли в мой дом. О своем городе я тоже снял уже не одно видео о Батьями. Я оставлю ссылку в описании. Зайдите, посмотрите. Ну вот он, хлебушек. Мы уже тут были. Запахи этого хлеба, ребят. Да, вот тут я вчера покупал свои бурекасы. Сейчас я нагулявшись, зайду, куплю у ребят бурекасы. И буду их лопать в одиночестве. Это будет мой завтрак. Ну да, хочу сказать, что 28 шекелей стоят эти бурекасы. Стоят вот эти всевозможные разновидности. Все, что вы набираете, стоит 28 шекелей. Всех видов, всех сортов. Ложьте себе в коробку, сколько хотите, чего хотите. Это все стоит 28 шекелей. Горячие. Вкусные. Восточная выпечка. Вот это я рекомендую. Магазин как магазин, сервис как сервис. Но выпечка, ребят, очень вкусная. Ну вот, когда-то народ торговый заселился. Тут же занялся привычным своим бизнесом. Купи-продай. Я, например, как уже говорил, являюсь выходцем из Литвы. Базар это настолько не моя стихия. Что я не то, чтобы я не покупаю из принципа в таких местах. Нет. Просто у меня нет какой-то большой потребности. Это раз. А во-вторых, если бы мне пришлось стоять на базаре и продавать, я бы не смог. Я не смог. Это настолько вот не мое. Не мое. Торговля это абсолютно не мое. Я бы просто прогорел в этот же день. Меня пендалем под зад бы вытурили с работы. И до свидания. Бизнес бы мой прогорел. Либо работодатель прогорел бы. По той простой причине, что я, говорю, я не понимаю, как можно торговать. Для меня это другая планета. Ну что, ребятки. Еще немножко, еще чуть-чуть. Завернем, пройдем здесь. Завернем, пройдем там. Так как мы уже погуляли, посмотрели сам базар. Я считаю, что общее представление о квартале вы сделали себе. Как я и говорил. Учись вот этих хлипких избушек. Уже предрешена. Я думаю, об этом все уже догадываются. Все они пойдут под топор, под снос. Нет там ничего неплохого, нехорошего. Просто это жизнь. И жизнь диктует свои правила. Сегодняшняя жизнь выглядит вот так. Ничего там не поделать. Людям надо где-то жить. Города надо перестраивать. Потому что в Израиле люди физически уже, физически просто не могут втиснуться и ужиться у города. Но эту тематику я еще, конечно, поснимаю отдельное видео, расскажу немножко. Ну, я почему-то думаю, что я зайду на обратной дороге, на центральный автовокзал. Хотя я уже говорил, что я его снимал. Я немножко его еще подсниму. Хочу показать вам саму торговлю внутреннюю. Как там устроено. Как раз сейчас уже народ подтянулся. Бизнесы там все пооткрылись. Открылись клиенты, подтянулись. Я зайду вам, покажу, что-то как. Как устроена внутренняя жизнь на центральной автобусной станции Телевилла. Которые, по моим сведениям, вроде бы тоже уже хотят сносить. Она семиэтажная. Такая слегонца неухоженная. Но это, мягко сказано, неухоженная. Скажем прямо, она полностью уже не соответствует сегодняшнему дню. Возможно, когда-то она задумывалась как нечто благое. Ну, потом она просто как-то, по-моему, сама себя исчерпала как таковое. Ну и место, место. Я говорю, место – деньги, ребята. В Израиле место – деньги. Телевизор – это огромные деньги. А станция занимает огромные территории. Ну и тут любой клочок, только укажи пальцем. Застройщики снесут в момент любой парк. Ничего святого тут же застроят безликими, огромными небоскребами. Таков и бизнес. Я – человек, который радует за перестройку городов, за улучшение качества жизни людей. Но я также радует за то, чтобы Израиль сохранял как можно больше и делал как можно больше для людей. Открывал новые парки, открывал новые зеленые зоны, потому что, ребята, без них нам никуда. Ну вот без них нам, ребят, никуда. Ну, я, как сказал, я вернулся обратно к ребятам. И я куплю у них бурекасы. И пойду гулять дальше. Трескать бурекасы, наращивать живот. Вам желаю хороших, родных. Крепкого здоровья. Ставьте лайки, ставьте комментарии. Пока, байки.